Я сердечно благодарю нашего Господа за то, что Он подарил нам эту чудесную возможность вместе молиться, вместе петь салмой. Спасибо Господу за эту песню, которая говорит о великой Божьей любви. Именно благодаря этому мы с вами сегодня имеем светлую надежду на вечную жизнь. И сегодня хотелось бы продолжить ту мысль, которую начал Мусичук Александр. Именно в этом направлении мне хотелось бы продолжить разговор. Буквально два дня назад наша церковь, в нашей конференции, она проводила годичные совещания во Львове. Съехали все пасторы с каждой общины. И знаете, мы имеем преимущество подводить итог, что было сделано в этом году. В этом году мы запланировали провести 44 миссионерских конгрессов. Еще так никогда не было в нашей церкви на Западе. 44 миссионерских конгрессов. И этот конгресс входит в это число. То есть мы еще не добрали, еще в следующую субботу и в последующую у нас еще будет несколько конгрессов, и мы доберем эту цифру 44. И знаете, Бог нас благословил. Однако, то, о чем говорил Александр сегодня, что на каком плане у моей личной жизни миссия, это большой вопрос. А секретарь конференции, подводя итог, сделал такую таблицу, где показал анализ роста нашей церкви, начиная с 2000 года и включая в 2013 год. И вы знаете, я был потрясен. Я здесь только два с половиной года нахожусь в западной конференции, но я должен сказать вам, я был потрясен. Знаете почему? Я назову цифру. 2000-2000 год. Наша церковь здесь, на территории западной конференции, насчитывала 6420 с чем-то человек. А сегодня 13 лет. 6562. Очень выросли. Точно так, как апостолы. Знаете, я все-таки прочту здесь хотя бы несколько таких сравнений, которые показывают как раз в первом апостольской церкви. Вот смотрите, Деяния апостолов, брат Александр читал, что их было около 120 человек. Об этом говорит нам конец первой главы, начало второй. И Дух Святой не шел на церковь. И что тогда происходит? Уже вторая глава в конце говорит, что крестилась в тот день, присоединилась к церкви душ около 3000. Четвертая глава. Послушайте, что в четвертой главе происходит? Четвертая глава нам показывает четвертый текст. Многие же из слушавших слова у первого ряда, и было число таковых людей около 5000. Смотрите, было 120, затем 3000, затем еще плюс 5000. Вы чувствуете рост? А потом, когда вы будете читать последующие тексты, например, пятая глава, 14 текст, верующих же более и более присоединились к Господу множество мужчин и женщин. Все. После еще плюс 5 они перестали считать, потому что невозможно было читать. 12 глава говорит, что верующих более и более увеличилось. Никто уже не считал, потому что их было очень много. А мы легко считаем. Было в 2000 году 6420 штук, а сейчас прошло 13 лет. Церковь Божия более и более возрастала в западной конкуренте и стало 6562 человек. Вы представляете себе, какая несовместимость с Божьей церковью, которая жила в начале, в сравнении с церковью, которая живет в конце. Разве не тот самый Бог? Разве не тот самый Дух Святой? Что произошло? 13 лет. И мы только на стол, там около 200 человек выросли. Около 200 человек выросла церковь за 13 лет. А там месяцами менялась ситуация, днями менялась. В тот день присоединилось около 3000. Потом в тот день около 5000. А потом перестали считать, потому что невозможно было почитать. И если мы вспомним эту историю первых христиан, они буквально за несколько десятилетий охватили весь цивилизованный мир, вестью вечного Ивангелия. Как вы думаете, сколько нужно сегодня времени для того, чтобы охватить весь Евангелие этот мир? Сколько времени нужно? Ну как вот вы думаете, на ваш расчет? Сегодня 7 миллиардов людей. В то время, когда Христос был на земле, когда ученики трудились в первом веке, я думаю, что тогда и миллиарда людей не было разными. Вот ученики смогли охватить. А вот нам сколько нужно времени? Полгода. Если я вам расскажу. Если сегодня используют современную технологию, то нужно времени от нескольких часов до нескольких дней. Для того, чтобы весь мир охватить проблению вечного Ивангелия. От нескольких часов до нескольких дней. И что нам нужно делать в этой ситуации? Да успокоиться. Просто идти по течению, легонько. А вот когда уже нужно будет, то же наконец, просто раз, пару часов или два дней, и все. Все знают, каждый принял свое решение, и все. Но это большая ошибка. Потому что Христос, когда нас нашел в этом мире, когда Он сказал, иди за Мною, Он говорит следующее слово, и Я сделаю. И Я сделаю. А что Он сделает? Я сделаю вас Моими учениками. А что значит быть учеником Иисуса Христа? Есть несколько важных деталей. Первое. Мы похожи и становимся на Иисуса. Это первое. Второе. Мы разделяем идеи Иисуса Христа. И третье. Мы продолжаем делать то, что делал Иисус. Правильно или нет? Да, вот это то, что делает меня христианином, что делает меня учеником Иисуса Христа. Но, к большому сожалению, мы разделяем идеи Иисуса. Мы хотим быть похожими на Него, но только пусть знает и те родственники, друзья, соседи, знакомые, с кем мы постоянно общаемся, они знают, насколько мы похожи на Иисуса Христа. И что мы делаем для этого мира? Что мы делаем для этих людей, которые живут паралитно с нами? Абсолютно в другой жизни. Абсолютно в другой сфере ведут жизнь, понятия не имея о том, что еще чуть-чуть, и этому миру придет конец. Что мы делаем, когда мы все это знаем? Вы знаете, очень хорошо, то, что мы пытаемся сегодня, конечно, что-то может быть делаем. Но самая большая проблема наша, что мы один раз вступили, и если мы оступились, или же, с другой стороны, если нас не удалось, мы тогда горжем, это не мое. Самое лучшее, я буду мориться, чтобы Бог дал мудрости действительно пасторам, другим братьям, сестрам, пресвитерам там, училиям субботней школы, вот чтобы они что-то делали. Бог дал им особые дарвания, особые таланты, Бог им пусть это делает. Иван Павлович говорил сегодня о том, что Бог каждому дал таланты и способности. Каждому. И это грех, если мы скажем, что Бог не дал такого товара. Но использую ли я эти таланты, способности, дарования, которые Бог дал мне, для того, чтобы что-то сделать для людей, которые рядом со мной. Вы знаете, я сегодня хочу обратить ваше внимание вот те слова, которые сегодня уже были прочитаны в отношении нас, как народа Божьего. Вы царственное свещество. И вы знаете, есть условия, когда мы царственное свещество. Царственное свещество выполняет великую ответственность и обязанность, которую Бог возложил на царственное свещество. А какую обязанность Бог возложил? Возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот это вот тогда царственное свещество. А если мы это не выполняем, что тогда? Давайте я прочитаю текст, который бы никогда в жизни не хотел, чтобы исполнился у моей жизни и у вашей жизни. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава. Евангелия от Матфея, 7 глава. Вы знаете, я когда провожу евангельские программы, теперь я меньше это делаю, но все равно, когда я провожу евангельские программы, я люблю читать эти слова. Но я когда читаю, я эти слова 100% обращаю на тех, которые не адвентисты седьмого дня. Они приверженцы какой-то конфессии, они изучают Слово Божье, но они не адвентисты седьмого дня. И я читаю этот текст, говоря именно этому контингенту людей. И как бы ни хотелось, чтобы эти слова относились к адвентистам седьмого дня, но я должен сегодня признаться вам, друзья мои, они 100% относятся к каждому из нас. К каждому адвентисту седьмого дня. А теперь послушаем. Седьмая глава. Гниги Евангелия от Матфея. И читаю с 21-го текста. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, Твоё Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чреза творили. И тогда объявили им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконно. Вы знаете, я на программе, делаю ударение на нарушение закона Божьего, 4-й сапоге, или 2-й, и говорю, если вы будете продолжать это делать, не поможет вам, что даже бесов будете сгонять, пророчествовать и стереть больных. Не поможет вам, потому что вы нарушаете 4-й или 2-й сапоге. И кажется, что адмитисты свободны обретут вас. Но, друзья мои, великое беззаконие для адмитиста 7-го дня – знать истину и не пойти и не поделиться со своим жизнью. Вы слышите, что я говорю? Знать, как можно иметь вечную жизнь, и не поделиться с тем, который тоже хотел бы, если бы он знал, но ему никто не сообщил об этом. Это великое беззаконие. Это самообман себя и попытка обмануть и других, даже Бога. Что я прихожу на богослужение каждую субботу, может быть, пятницу вечером, субботу вечером прихожу на богослужение. Я говорю десятину, я, может быть, пою, может, даже молюсь, а может быть, даже меня приглашают открыть богослужение, а может быть, даже я учитель субботней школы, а может быть, я пресвитер церкви или даже пастор церкви. И мы можем полагаться на вот это все, что со мной все нормально. Но, друзья мои, это может быть большой ошибкой. Это может быть самообманом, потому что не по этим критериям определяется вечная жизнь. А знаете, почем? 25 глава Евангелия от Матвея. Я вам скажу, я в своем сердце с 1992 года, уже 21 год, молюсь Господу, чтобы Бог помог мне, чтобы он помог мне, чтобы я притворял в практике жизни именно 25 главы Евангелия от Матвея. А там знаете, какие слова? Написано так. И тогда, начиная с 35-го текста, и тогда делит козлов от овец, вернее, от них от других, как пастор отделяет козлов от овец. И козлов поставит по левую сторону, а овец по правую сторону. И скажет тем, которые по правую сторону. Вы помните эти слова? Помните. Я был в больнице, вы меня посетили. Я в темнице был, и вы пришли ко мне. Я был голоден, вы меня накормили. Я жаль, что вы меня напоили. А потом в конце он говорит, так, как вы сделали одному из их меньших моих, то сделали нет. А кто эти меньшие? Кто? Вы согласитесь с тем, что это безбожники или любые люди, которые не находятся в этом зале, они могут быть теми меньшими? Именно о них говорит Господь. Я сегодня хочу обратиться к вам. Друзья мои, есть замечательные слова в одном стихе, о котором я не могу рассказать вам так. 36 лук лет у меня имеет. Мы ждем Христа. Не правда ли, Сафарти? С надеждой в сердце, что так близок час, когда опять вечность нам откроет и от всех бед избавит нас. Скажите, мы ждем Христа или нет? А что мы делаем, чтобы там не только мы были, а еще были те, которых нет, которые за стенами этого дома? Что мы делаем для них? Что мы сделали для них? Сделали ли мы все для них? Поэтому пусть добрый Бог сегодня поможет нам. Даже сегодня мы имеем огромную возможность что-то сделать для них. Здесь я вижу очень много пакетов. Мне говорил ваш пастор, сколько? Мы думаем, сколько? Я говорю, добавь еще 20. Он говорит, ты думаешь, что найдется сколько людей? Я говорю, добавь еще 20. И он добавил еще 20 пакетов. Как бы мне хотелось, чтобы ни одно пакет не осталось сегодня, потому что мы могли пойти. Вы знаете, пойти как ученики. Я вспоминаю вот эти слова, где Господь, в третьей главной книге Евангелия от Марка, описывает с 13 текста ниже, как Господь избирает учеников, избрал их и послал их на проповедь. Господь посылает и нас на проповедь. Пусть это будет коротенькая проповедь, коротенькая. Но Бог сегодня посылает и нас на проповедь. Если читаете Евангелие от Луки, то Он там по два конкретно, говорит, по двое послал. И мы сегодня тоже хотим по двое пойти. Исполнить заповедь Христа. И чтобы мы что-то могли сделать для этих людей. Молить есть Господу, чтобы Бог послал всякой мудрости. Все те слова, которые нужно сказать. Чтобы мы были проводниками Его благословений для людей, которые живут здесь, в Бедерли. В Бедерли построен этот молитвный дом. Но мне приятно, что сегодня практически полон зал. Но он не каждую субботу полон. В пятницу не полон. В субботу вечером не полон. И даже в субботу с утра он не полон. Друзья мои, нам есть куда приглашать людей. Есть и такие церкви, которые говорят, помогите нам, потому что негде нам собираться. Бог нам теснул. Друзья мои. И мы думаем о том, как помочь нам, где тесно. Но у вас, у вас свобода. У вас есть место. Давайте будем молиться и что-то делать, чтобы этот зал, начиная с следующей субботы, последующей субботы, он наполнялся, наполнялся. И чтобы здесь скоро тоже было мало места. Чтобы говорили, братья, помогите нам, потому что нам мало места. У нас не помещаются люди, помогите нам. И я обойдусь Господу, чтобы это произошло. Иначе Христос еще скоро не придет. Вы ждете Христа? Искрите, скажите. А вы убеждены, что Он придет скоро? Да. А вы все убеждены, что Он придет? Да. А чем вы можете мне доказать, что Он придет? У вас уверенность это есть. В чем она? Вот по субботе. Я на 14 глава. Я вернусь, да? А ваша пасха говорит, так написано. Ну, правильно. В Библии написано. Но я вам хочу сказать одну правду, которую выполняет мое сердце. Если Христос не придет, это раз. Второй раз. Эта книга не что. Это раз. Второй. История, которая без этой книги подтверждает, что Христос был 2000 лет назад на земле. И что он уже на Голгофе. Она никому ничего не поможет. Вот я иногда говорю, что я убежден 100% что я спасен. Я убежден. И это не просто какая-то идея. Я убежден. И знаете обычно почему? Потому что то, что сделал Господь 2000 лет почти тому назад на Голгофском кресте для меня, ради меня, этого достаточно, чтобы я был спасен. И поэтому я спасен. Я убежден, что и вы такой же мыслью, что вы спасены. Потому что Христос спас нас. Он же сделает. Но если он не придет в первый раз, ни к чему все то, что он сделал, он сделал в 2000 лет. Вы понимаете? Оно ничего не значит. Ну какая польза от того, что он убил, а он не придет и нас не возьмет к себе. Вы понимаете это? Поэтому 100% что он вернется. 100%. И мне хотелось бы, чтобы я и вы были самыми счастливыми людьми. Поэтому сегодня пусть будет определенным началом. Может быть вы уже начинали, но остановились. Но пусть будет сегодня началом этого труда. Миссии церкви. Миссии и силами. И чтобы оно было таким началом, чтобы оно завершилось только вторым прижатьем Христа, который скоро уже придет на нашу землю. Аминь. Пусть Бог благословит.